Завтра двенадцатый праздник Сретения Господня. Как-то принято, праздничным считается и вечер накануне, то есть сегодняшний. Ну а завтра, непосредственно в день торжества, во всех храмах будут совершаться божественные литургии. Этот церковный праздник считается также Днем Православной Молодежи, которому приурочены разнообразные молодежные мероприятия. Слово «Сретение» означает «встреча». В праздник Сретения Господня Церковь вспоминает, как Бога-младенец Иисус Христос был встречен в храме святыми Симеоном и Анной Пророчицей. У евреев был закон, чтобы каждый первенец в сороковой день по рождению был посвящаем Господу, и мать приносила бы выкуп за него и жертву за свое собственное очищение. Выполняя этот закон, Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса Христа в храм. В это же время туда по внушению Святого Духа пришел старец Симеон, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв младенца на руки, он исповедовал, что это и есть Спаситель мира. Вместе с Симеоном Богоприимцем здесь была и вдовица Анна Пророчица, праведная старица, которая также прославила Бога, пришедшего на землю. Встретить Господа, увидеть, каким Он является на самом деле, и принять это – очень важная и непростая задача. До сих пор человеческие представления о счастье, о благополучии не соответствуют тому, что Христос предлагает миру. До сих пор, хотя написаны горы книг, заповеди блаженств у многих вызывают либо ироническую и снисходительную улыбку, либо пожимание плечами, либо просто отмашку рукой. До сих пор проповедь о кресте для одних – соблазн, а для других – безумие, потому что сила и власть никак не связывается в человеческом сознании с уничижением, со скорбью и даже со смертью. Молодость – это время, когда человек наиболее открыт к познанию Бога, готов меняться, отказываться от зла и выбирать добро. И если в молодости произойдет встреча с Богом, и человек решит строить свою жизнь по заповедям, то к зрелому возрасту он укрепится в делании добра и принесет настоящие духовные плоды. Чтобы у юношей и девушек была возможность встретиться с Богом, с церковью, увидеть людей, которые выбрали жизнь по Евангелию, и подружиться с ними, к празднику Сретения Господня приурочено празднование Дня православной молодежи. Традиционно в Сретенские дни проходят интеллектуальные игры и спортивные соревнования, творческие вечера, а также балы, которые объединяют молодых людей из разных храмов и тех, кто еще только начинает свое знакомство с церковью.